22 июня, ровно 4 часа утра, так же как 76 лет назад. В тот день началась Великая Отечественная война, а сегодня благодарные потомки вспоминают подвиг своих дедов. Сочинцы идут к мемориалу в завокзальном районе, к памятнику бойцам, погибшим в годы войны. В их руках зажженные свечи, свечи памяти, знак общей скорби и признательности, а еще белые журавли, как символ солдат, не вернувшихся с войны. Как часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса. День памяти и скорби продолжился уже после рассвета. Главные мероприятия прошли на том же мемориале, главном в Сочи. Еще до начала памятного митинга здесь стали собираться люди, пришли и ветераны. Николай Заранко, 22 июня, встретил под Брестом. Как известно, город первым принял на себя удар противника. И уже в первые дни войны Николай Никитович узнал, что такое потерять близких. У нас было три сестрички, папа, мама и я. Правда, сразу старшая сестричка не выдержала. Переночевали мы там три ночи, негде было лежать на земле. Она была как уставшая. И вот она простыла и умерла. А среднюю сестричку немцы сразу забрали в Германию. А мы остались в оккупации. Каждый пришел к мемориалу со своей печальной историей, ведь война затронула фактически каждую семью. Это священный день для меня, особенно, потому что я блокадный ребенок блокадного Ленинграда. На день начала войны мне еще было только пять лет. Я как-то не очень поняла, понимаете, это осознание пошло постепенно, когда началось, как я знаю, у мамы продукты кончались, а потом в магазинах продукты вообще кончились, а потом уже стали окна заклеивать крест-накрест. Ну и дальше воздушная тревога, бомбежка, голодовка. Колонна поднимается по ступеням к вечному огню. В потоке людей ветераны, глава города, председатель городского собрания, воспитанники патриотических клубов и просто неравнодушные к истории своей страны сочинцы. Минута молчания и оружейный залп. К вечному огню несут цветы и венки в память и о погибших сочинцах. Из Сочи на фронт ушел каждый третий житель. Пять тысяч человек не вернулись домой. Тогда, 76 лет назад, еще никто не знал, что эта война в историю войдет как самая кровопролитная. Она продлилась 1418 дней и унесла почти 27 миллионов жизней наших соотечественников. Меняются поколения, уходят ветераны, а память остается и вновь и вновь собирают у памятников и братских могил, благодарных за подвиг во имя жизни.